1975 год. Раннее утро. Сотрудники аэропорта Внуково в плохом настроении. Хочется спать, но нужно вручить группе безутешных граждан тело их родственника, прибывшее из Еревана. Дядя умел, причем документы, паспорт, все. И сопровождающее лицо тоже с платочком заплаканное. И одна из сотрудниц аэропорта наконец-то решилась высказать то, что мучило ее очень давно. Она сбегала за милицией и сообщила, что все эти лица уже просто ей родные. Их нужно задержать и проверить. Одна и та же компания на протяжении, по-моему, года практически каждую неделю везет какой-то гроб. Милиция присмотрелась и принюхалась. От гроба почему-то пахло приятно, какой-то свежестью, травой. Просто волшебно. Несмотря на протесты заплаканных встречающих, его решено было вскрыть. Петрушка, укроп, кинза. Гроб был набит превосходной зеленью. 2002 год. В Мытищинском районе Московской области, в лесу, неподалеку от Добротного дома, обнаружены два тела с огнестрельными ранениями. Петр Рочкин, генеральный директор Вегеты, зоо Вегета, которое контролировало овощную базу, и его жена были расстреляны из автомата, совершенно в гангстерском, чикагском стиле. Закрытое акционерное общество Вегета до приватизации было известно как Хлебниковская овощная база. После распада Советского Союза Московский овощной рынок начали делить между собой этнические группировки. Это была масштабная кровавая война со множеством жертв. Боролись разные кланы. Были грузинские кланы, армянские кланы, азербайджанские. Практически все 90-е годы шла война на овощном рынке столицы. Война, периодически выливавшаяся в перестрелки, в наезды с привлечением правоохранительных органов, маски, шоу, посадки, заказные уголовные дела. Ну и, конечно, убийства. Курни этой огромной криминальной системы в советском прошлом. Овощная мафия стала формироваться в эпоху застоя в начале 70-х, когда в Москву и другие крупные города Советского Союза поехали тонны левой продукции из Кавказских республик и Средней Азии. В Азербайджане, Грузии и Армении начастников смотрели сквозь пальцы, и они постепенно начали завоевывать все рынки страны. Где-то в Азербайджане выращивают помидоры, их привозят сюда, в Москву, и здесь нелегально, то есть они никак нигде не проходят. Здесь их выкладывают на прилавок, продают, и деньги уходят точно так же в Азербайджан. Фрукты и овощи ехали поездами и машинами. И, конечно, жителям Солнечных республик хотелось сократить время их доставки и грузить апельсины бочками в самолеты аэрофлота. Но с этим уже было сложнее. Поэтому был придуман гениальный ход – перевозка зелени в гробах. То есть привозили в аэропорт, где-нибудь, допустим, в Баку, гроб, плачущие родственники, и сдавали этот гроб в багаж. И сопровождающее лицо тоже с платочком заплаканное. Ну, гроб там в грузовой отсек, человек летит, прилетает в Москву, например, там гроб выгружается, и машина его увозит. А этот человек, сопровождающий, улетает обратно. В Подмосковье были собственные тепличные хозяйства, в которых выращивали укроп и петрушку. Но государственная система не могла конкурировать с продукцией частников, которые умели не только выращивать, но и правильно хранить и продавать свой урожай. Если вы увидели овощные магазины до того времени, вы уже обалдели. То есть входишь и сразу попадаешь как будто на грядку. Все время картошка в мешках на полу, грязно. Мокрые, грязные овощи, половина из которых была откровенной гнижкой, гнилью. Жуткие запахи, никакой упаковки, в лучшем случае противная сетка. Морковка, лук, капуста. Выращивалось. Всего этого в Советском Союзе много. Но на прилавках почему-то лежал какой-то ужас. Внизу была гниль, сверху клали немножко хорошей картошки. И, естественно, высыпать картошку из пакета и выбрать что-то было невозможно. Ты брал, покупал все три килограмма, приносил домой. И в итоге из трех килограммов после отбрасывания гнили и очистки этой самой картошки, очень некачественной, но оставалось в лучшем случае килограмм того, что можно было съесть. Ну а если в овощной магазин завозили хорошие яблоки, апельсины, лимоны или бананы, то начиналась настоящая война. В борьбе за экзотический фрукт несчастные потребители устраивали скандалы и готовы были стоять по два-три часа в огромной очереди. Дефицитом были даже родные огурцы и помидоры. Любой человек сумасшедшую выставили. Любо должны были доплатить кому-то, который из-под пола, из заднего крыльца продавал им эти огурцы или помидоры. В июне 1983 года пленум ЦК КПСС признал, что торговля овощами и фруктами в стране налажена безобразно. С высокой трибуны прозвучало, что потребности населения не удовлетворены. Производство зелени растет, а потребление падает. Почему? Потому что пока овощи ехали до покупателей, потом хранились на базах, они превращались в настоящий ужас. Вся эта система среди торговых работников называлась гнильторгом. Каждая овощебаза ежедневно проводила реанимацию овощей и фруктов, пытаясь спасти хотя бы половину. Эти бесконечные ряды интеллигенции, профессуры которых гнали стадами, чтобы они это все сидели, перебирали, эти, как их называли, на овощебазах бездельники из научных институтов. Стоя по щиколотку в такой навозно-овочной жиже, в условиях таких бетонных корпусов, где было довольно зябко, перчаток зачастую не было. Это называлось пикником и было многолетней традицией. Дорогой коньяк и невиданные яства привозили на грузовике. В конце осеннего завоза урожая Мхитар Амбарцумян устраивал на лоне природы грандиозный банкет для своих. Это были все, кто помогал ему заполнить хранилища хорошими овощами и фруктами. Начальники автотранспортных колонн, высокие шишки из плодовощи торга, заведующие холодильниками и складами. Как сказали бы сегодня бизнес-партнеры. Он почти в течение 20 лет, начиная с 1964 года, возглавлял Дзержинскую плодовощную контору. Это была одна из самых больших плодовощных баз вообще всего Советского Союза. Там на огромные материальные суммы находились товары, находилась продукция. И поэтому Амбарцумян был действительно очень известным в Москве человеком. После нескольких тостов один из гостей отвел хозяина праздника в сторону и спросил, известно ли ему об аресте директора московского внешпосыл торга Авилова и его жены, заместителя директора гастронома номер один. Амбарцумян был шокирован. Авилов, который рулил березками, был ему хорошо знаком. Все так работало. Прекрасно, ну, по крайней мере, при Брежневе. Оно как-то все оформилось. В этом тихом болотце все были довольны, как бы более-менее. И тут приходит Андропов, начинаются чистки, начинаются показательные дела. Людей сажают, расстреливают. Первым арестовали директора гастронома номер один, который все называли Елисеевским. Магазин Юрия Соколова поражал воображение рядового советского человека. Остров изобилия посреди убогой реальности. А под прилавком лежали импортный алкоголь и сигареты, копченая колбаса и сыры, прекрасный шоколад, икра. Вообще недоступные простым потребителям вещи. Говорили, что Соколов погорел на обвесе и взятках за распределение дефицита. Дело гастронома номер один и его филиалов было преподнесено как начало решительной борьбы Кремля с коррупцией в торговой сфере. Клеск расстрельской деятельности в отношении цеховиков, спекулянтов, дела Елисеевского и другие крупные дела, связанные с торговлей, они все, вот эта вся деятельность бросила тень на Гришина, и он таким образом выбыл из гонки претендентов на пост генсека. Номхитар Амбарцумян, директор лучшей московской овощебазы, считал, что делает свою работу хорошо. И политические игры, вся эта кремлевская возня по поводу должности генсека не имеют к нему никакого отношения. Показатели у него были отличные, в хозяйстве у него был образцовый порядок. Парадокс считается в том, что он был одним из лучших руководителей этих самых полудоночных баз. Те люди, которые действовали в рамках законодательства, ну если они такие были, или которые не заботились о заработке своем личном, у них просто все гнило. Овощи и фрукты приезжали на базы то зелеными, то грязными, то в дороге уже подгнившими. Их нужно было тщательно перебрать. И то, что имеет товарный вид, каким-то образом сохранить. Без специального оборудования, в холодных помещениях, с равнодушным персоналом, которому все равно, сколько там чего сгнило. Зарплата маленькая. Вы делаете вид, что платите, мы делаем вид, что работаем. Раньше же не было таких технологий. Все хранилось достаточно, в общем-то, просто. И, в общем-то, директору овощебазы надо было очень хорошо крутиться, чтобы это все сохранить. И трижды хорошо крутиться, чтобы на этом хорошо заработать. Амбарцумян умел договориться со всеми. Прежде всего, с поставщиками продукции, чтобы не везли ему гниль и недозрелый товар. У него были лучшие яблоки из Венгрии и родная картошка. Самый богатый ассортимент зеленой продукции во всем Советском Союзе. Нормальные марокканские мандарины, апельсины, бананы, чтобы они были не гнилые. Он их получает, занижает им кондицию сразу. Они, допустим, все целые, но хорошие. Он им ставит кондицию 10%. Потом их отправляет через местное овощебазы в магазины, и эти 10% возвращаются наличными. То есть руководитель Дзержинской овощебазы указывал в документах, что отправил в магазин товар, 10% которого не кондиция, которую списывали, то есть денег за нее якобы не получали. Но это было не так. Товар был отличный, продавался подчистую. И благодарный директор овощного магазина, конечно, левым заработком делился. Но к телу амбарцумяна еще нужно было пробиться. И это стоило дополнительных денег. Между собой директора магазина договаривались, что мне нужно быстрее первый товар, а за это я тебе заплачу, чтобы ты меня пропустил вне очереди. Он эти деньги отдает во внешнеторговое объединение, стимулируя людей поставлять ему только свежее, только хорошее, и только то, что востребовано. Отличная продукция советских тепличных хозяйств. Огурчики, помидорчики, всякая зелень, бананы, лимоны, ананасы. Африканская экзотика и то, что нам поставляли хозяйства республик Средней Азии и Кавказа. Дзержинская овощебаза, которой руководил Мхитар Амбарцумян, работала абсолютно по капиталистическим принципам. Главным было получение прибыли, которой Амбарцумян справедливо делился с огромным количеством людей. От рядовой работницы, ежедневно отделяющей хорошую продукцию от гнили, до самых высоких чиновников наверху, которые берегли его от проверок ОБХСС. Амбарцумяна была такая, так сказать, чуть неустановленная сумма взятки, 500 рублей в месяц он получал с каждого. Кто-то больше давал, ну, не меньше 500. Потом, когда он эту сумму насобирал, он тоже примерно раз в месяц выезжал уже к руководителям, там уже к Петрикову или Уральцеву, это директор ГЛАС Мусплодович Прома. А те уже несли в Московское управление торговли. Вопрос, не слили люди из управления эти деньги Гришину, первому секретарю Московского горкома КПСС, главному человеку в городе. Многие говорят, что нет. В то время коррупции среди представителей высшей власти не было. Но совершенно очевидно, что хозяин города знал, какой мафиозный спрут шевелится у него под ногами. Он, может быть, не знал всех директоров и не знал, сколько конкретно они дают денег начальникам базы, но он представлял, как все это работает. 2013 год. Массовые беспорядки в Бирюлеве. Мигрант, работавший на Покровской овощебазе, убил русского парня. Это стало поводом для выплеска огромной ненависти к приезжей рабочей силе и самой овощебазе, которой рулила мощная этническая группировка. Плодоощная база Покровская, которую сейчас вроде как... Как будто все увидели, что там нахрешует одна из северо-кавказских республик, а торгует большей частью азербайджанцев. Ну и что? Нет, это было всегда, это и останется. Покровскую плодо-овощную базу открыли к Московской олимпиаде 1980 года. Она занимала невероятную площадь и должна была стать флагманом среди других, более отсталых овощехранилищ. Бирюлева правила балл знаменитая «Железная галина». Первоначальный контроль был за ней, а потом постепенно вот эти самые овощные группировки, а две самые мощные из них, это дагестанская и азербайджанская, оттеснили ее поэтапно. Слушалась. Женщина она была выдающаяся. Еще в советское время «Железная галина» стала прообразом Антонины Чугунниковой, героини популярного сериала «Следствие ведут знатоки». У меня оболь минимальная, люди работают на совесть. Майор Знаменский брошен расследовать случаи многочисленных злоупотреблений на Покровской овощебазе. Доказать хищение очень трудно. Еще бы, директор очень умная и хитрая. Параллельно роет землю Томин, знатоков подставляют, овощная мафия путает концы и коварно мстит. Директор овощебазы ментов не боится. Я действительно ничего не боюсь. Ее называли «Железная леди», что действительно она держала овощебазу, так что ее все боялись. Естественно, ум у нее был весьма изворотливый. Директор Покровки имела дочь, которую она растила в совершенно не советском стиле. В доме постоянно жила и работала прислуга. Обеды сервировали, как в самом дорогом ресторане. Доходы у «Железной Галины» были огромные. И дочь ее считала, что мама может все. В принципе, директор овощебазы по статусу, ну, я думаю, он уровня прокурора. То есть прокурор, второй секретарь райкома. Директора других овощебаз сначала говорили, что баба не справится. Слишком Покровская база большая. Как и повсюду, работники там пили и воровали. Но как схватить за руку такое количество людей? Навести порядок в целом городе, забитом ящиками с овощной продукцией? Но Подолицына справилась. Оставь это! Остальные меня не касаются. Было сказано в материале следствия, она была очень такая властная. Но я так понимаю, что она была просто отличной правленница. Общий фон советской жизни был серый. Конечно, в Москве были дорогие рестораны, на улицах иногда попадались волги, была каста граждан, выезжавших за рубеж. Но представители высшей власти поражали всегда аскетизмом. Ну кто мог заподозрить в казнократстве ходившего в одном и том же плаще Суслова? Или Андропова, который даже отказывался от казенной дачи? Существовал такой, скажем, некий негласный уровень сознания у руководителей. Не высовывайся. То есть, если ты воруешь, то воруй, так сказать, по-скромному. А торговые работники и все, кто имели отношение к распределению дефицитных товаров, были завсегдатыми националя. Охотились за бриллиантами. И в какой-то момент словно забыли, что живут в стране всеобщего равенства. Перестали скрывать левые доходы. Жили на всю катушку. Они стали высовываться. Появились, значит, вот, как, знаете, такой термин был, жить непосредственно. Вот люди стали жить непосредственно. Это стало раздражать. И раздражать, прежде всего, партийную верхушку. Позже говорили, что уголовного дела не было бы, если бы не страсть Железной Галины к бриллиантам. Дорогая ювелирка с алмазами в советское время считалась главным вложением капитала. Если что, можно спрятать, а потом достать и продать. Но Галина открыто демонстрировала людям блеск своего богатства. Одевала, ходила. Может быть, блеск этих бриллиантов ее и подвел. Завистники, завистницы. И сказали, они написают ли на нее вот туда. Слишком уж блестят вот эти бриллиантики. Слишком это уже вызывающее. Она считала себя непотопляемой. Умело делилась доходами и с подчиненными, чтобы лучше работали и с теми, кто ею руководил. Покровская овощебаза сделала ее миллионершей. Но Железной Галине, как и многим другим работникам московской торговли, придется предстать перед судом. Человек, который приходил на склад, самый маленький склад, имеется в виду овощи, фрукты, через месяц мог себе купить «Жигули». Способов заработать на овощебазе было много. От банального воровства, кто заметит пропажу 10 килограммов какой-нибудь зеленой продукции, до более хитрых комбинаций, к примеру, старой. Чем легче был ящик для овощей или фруктов, тем было лучше. Оно все приходит в ящиках, в мешках. Есть как бы вес товара, есть вес старый. Можно поставить вес ящика килограмм 200, а можно поставить килограмм. Если ты поставишь килограмм 200, то на каждом ящике ты навариваешь рублей 5-6. Если у тебя ящиков сотни, то это уже большие суммы. Можно было полить водой картошку. Эта простая операция давала огромные левые доходы. По Москве ходили легенды, что директор одной овощебазы заработал на мокрой картошке миллион рублей. Картошка становится влажной. Она еще и грязная, к тому же, еще и влажная. И вот эта влака, она дает лишний вес. Так же, в принципе, с любым другим продуктом. Граждане, которые делали покупки в овощных магазинах, часто удивлялись. Почему в одном килограмме перемешаны маленькие помидоры с большими, кривые и чахлые мандарины с отборными? А это правило БАЛ, так называемое, пересортится. Еще одна любимая технология варья из гнильторга. Шикарная вещь. Картошка, например, тоже разная. Может быть, по 10 копейок, по 12 копейок, или по 15. Мандарины, там, по полтора рубля и по два рубля. Как говорили алхимики, смешивай и получай золото. Директор, если он все правильно делает, то у него в день 300, 400, 500 рублей остается неучтенных доходов. Если на овощебазу приходила смесь из сухофруктов, то в магазины она поступала потом без чернослива. Работницы сутками выбирали его для отдельной продажи. А сердце директора пело. Компост стоил рубль 20, так вот, а чернослив отдельно 2 рубля. Вот выбирали, так сказать, и продавали отдельно. Большое количество хорошей продукции уходило с московских овощебаз в регионы. Государство пеклось о том, чтобы на местах герои труда, к примеру, ростовские шахтеры, ели ананасы и бананы. Только они их, как правило, не видели. Ростовский начальник отдела рабочего снабжения Сергей Наумов сразу приделывал дефициту ноги. Эшелон, допустим, приходит на него в Иркуту, а там в 3-4 раза дороже все эти товары и продукции реализовывались. Когда проделки Наумова стали известны оба ХСС и к нему нагрянули с обыском, следователь ожидал увидеть не квартиру, а дворец, набитый антиквариатом и импортной техникой. Но Наумов жил скромно. На такого и не подумаешь. Но опера к нему пришли бывалые, собаку, съевшие на барыгах всех мастей. Как в легендарном произведении Ильфа и Петрова богатство было зашито в один из стульев. В камере Наумов рассказал, что они отправляли в ЦК инструкторам, которые курировали угольную промышленность, по 100 тысяч рублей ежемесячно. Это колоссальная сумма денег по тем временам. Особой любовью руководителей гнильторга пользовались лимоны. Советские селекционеры как-то вывели особо крупный сорт, но ему не дали ходу. Какой-то высокий чиновник заявил, советскому народу не нужны лимоны, которые не влезают в советские стаканы. Лимоны поступали в продажу разного размера, и большие, и маленькие. И продавали их поштучно. Маленький лимон стоил 15 копеек, средний 25, а большой 45. На овощебазе оценкой лимонов занимались специальные работницы, калибровщицы. У них были свои линейки с отверстиями, значит, в зависимости от того, в какое отверстие лимон проходил по диаметру, по поперечному диаметру, так устанавливались его цены. Затем на партию лимонов составлялся акт. Количество мелких лимонов в них завышалось, а крупных занижалось. Дальше лимоны ехали в магазины, где продавались по правильным ценам. Крупный значит 45 копеек. Но на бумаге-то крупных было в три раза меньше. Ну как же, грех же не воспользоваться. Кто на чем сидит, тот то имеет, да? Пять лет следователи писали в Главное управление торговли Москвы, в Горком КПСС и прочие серьезные органы. Лимоны надо продавать на вес. Поштучная торговля породила страшное воровство. Но в ответ получали сухое нецелесообразно. Мухлёж с лимонами был интересен целому ряду людей, чьей работой была борьба с подобными явлениями. Ясно, что любой начальник овощебазы он обязательно имел очень хороший выход наверх, имел прикрытие, милицейское прикрытие, партийное прикрытие. Обязательно на эту овощебазу приезжали эмиссары, брали этот чемоданчик. Самая популярная денежная единица были фиолетовые 25-рублевки, перетянутые резиночкой. И вот чемоданчик с этими 25-рублевками уходил наверх. Когда калибровку лимонов на овощебазах все же отменили и ввели единую цену 2,50 за килограмм, вне зависимости от размера, стало ясно, какие суммы зарабатывала овощная мафия. За счет перехода на весовую систему продажи, а не поштучную, без изменения цены, я вот это особенно подчеркиваю, без изменения фактической цены на лимоны, значит, стоимость реализованных лимонов увеличилась на 3,5 миллиона рублей. Андропов развернул борьбу против своих конкурентов, как раз компрометируя их связями с теневыми экономическими структурами. Директор гастронома номер один Юрий Соколов был арестован за 10 дней до смерти Брежнева. И сначала держался бодро. В его друзьях был министр МВД Николай Щелоков, Галина Брежнева и ее муж Юрий Чурбанов. И главное, начальник главка торговли Николай Трегубов. Но после смерти Леонида Ильича он сразу начал давать признательные показания, понимая, что это звездный час Андропова и покровители его теперь бессильны. Но те же органы партийной власти, те же органы БХСС, те же органы КГБ тогда, когда услышали приговор расстрел, они очень удивились. Он был участником войны, у него была тема смягчающих обстоятельств, он все откровенно рассказал, все. Всего в системе столичного главторга, начиная с лета 1983 года, к уголовной ответственности было привлечено более 15 тысяч человек. И почти все они честно рассказывали следствию, как работали их схемы. Но усушка, утряска и работа с гнилью следователей почти не интересовали. Задачей было выбить из-под следственных информацию о взятках, которые уходили партийным шишкам на самый верх. И вскоре стало понятно, что по-другому в системе советской торговли работать было просто невозможно. Люди были поставлены в такие условия, что они для того, чтобы иметь товар, ведь все фондировалось, был дефицит товара, они обязаны были угождать властимущим, чтобы получать товар. начальник Дзержинской овощебазы Махитар Амбарцумян рулил огромными потоками неучтенной наличности. И львиная доля того, что он зарабатывал совместно с директорами овощных магазинов, уходила на подмазывание тех, от кого зависела бесперебойная работа базы и выполнение плана. И с каждого райторга все уходило выше. В частности, это все уходило в Москве, в Московское управление торговли. А Московское управление торговли, оно тоже делилось. Амбарцумян не покупал жене бриллиентов, не ездил на роскошных Волгах, не устраивал загулов в Ялте. Широкие жесты он позволял себе только в отношении бизнес-партнеров, а сам жил для человека такого уровня довольно скромно. Он прошел войну, был одним из 200 солдат, бросивших фашистские знамена к стенам Кремля на Параде Победы. Был ранен, вернулся домой настоящим героем. Награжден целым рядом орденов, в том числе и орденом Красной Звезды, и орденом Славы, и медалями за взятие Берлина, Будапешта, так сказать, и за оборону Москвы. Герои с трудом, между прочим. Да. И совсем незадолго до этого процесса он за звание получил. На первом же допросе он честно обрисовал систему овощной торговли в столице. Признал вину в получении и раздаче взяток. И следователь даже стал ему сочувствовать. Амбар Цумян совсем не был похож на наглого вора и человека без совести. вскоре вскоре должен был уйти на пенсию. Он не то, чтобы он такой был отъявлен негодяй или там взяточник. Оно все так работало. Дело в том, что по-другому это было нельзя. Работало десятилетиями. По крайней мере в обвинительном заключении по делам Брцумяна говорят, что с этой схемой работало более десяти лет. Если дело гниль торга и других вороватых торгашей в Москве должно было ударить по Гришину, то аналогичные дела в Ленинграде расшатывали кресло под первым секретарем обкома Григорием Романовым. В городе на Неве тоже громко говорили о НЭПе на ведении элементарного порядка. Осенью 1983 года хозяин ленинградских овощебаз капитан Кузнецов ни дня не проводил без волокордина и валерьянки. Его хозяйство обозначалось непроизносимой аббревиатурой Главлен Горплодовощторк. И то на одной овощебазе, то на другой почти каждый день шли проверки. А там, куда еще не пришел ОБХСС, сотрудники в панике подделывали документы. Если говорить жаргонным языком, защищали хвосты очень-очень хорошо. Не просто, да, вот резинкой стирали какую-то цифру, да, там, я вам где-то там полчаса назад сказал, там за день, за ночь переписывали товарные книги. Кузнецов свое состояние делал на бананах. Приезжали они из Африки, как правило, совершенно зелеными и доходили до товарного вида уже на овощебазах. И государство не знало, какие невероятные деньги можно было заработать на превращении зеленых бананов в желтые. Их ставили на дозарку в большие-большие камеры, куда запускали пар, но бананы сами по себе гигроскопичны. Они в себя набирают этот пар. И в этот период времени где-то выходило с тонны зеленых бананов тонна 200, тонна 150 уже желтых бананов. Умножаем 150 килограммов на 2 рубля. Это 300 рублей. И в день иногда выходило по 10 тонн обработанных бананов. Кузнецов был очень богатым человеком, который в семью, тем не менее, своих криминальных доходов не носил. Все уходило на тайную страсть, любовницу, обожавшую роскошь. Как говорил Карл Мауш, хомосум этнихи хуманум аме аленум эсэпута. Человек я и ничто человеческое мне не чуждо. Вот это его такая слабость была. Роза такая была. Следователям удалось доказать, что капитан Кузнецов продал неучтенных бананов на 66 тысяч рублей, что, конечно, было смешно и далеко от истины. Он заработал минимум в 10 раз больше. Пухлые конверты за реализованные левые бананы он получал от благодарных директоров магазинов минимум два раза в неделю. По факту уже было доказано, если не ошибаюсь, то ли 20, то ли 30 эпизодов передачи денег Кузнецова. До суда дошло всего лишь три или четыре, но с доказательной базой всегда очень тяжело. Взятка же это как любовь, два человека участвуют. Но показаний против Кузнецова директора магазинов давать не хотели. Как, впрочем, и его непосредственные подчиненные, которые, конечно, банановую схему знали. Но в их глазах он был не вором и хапугой, а хорошим работником и уважаемым человеком. Бывший офицер советской армии, весьма образованный, приятный во многих отношениях человек, общительный, организатор хороший, кстати. Репрессии затронули наиболее эффективных, наиболее расторопных, наиболее оборотистых людей в этой индустрии. И, конечно же, это выглядит очень странно. То есть это говорит о том, что система работала из рук вон плохо, когда репрессии касаются тех, кто обеспечивает эффективность работы этой системы. Вместе с директором Дзержинской овощебазы Мохитаром Амбарцумяном было арестовано 16 человек, связанных, по мнению следствия, с ним прочными криминальными узами. Директора овощных магазинов, холодильников, складов всем им дали от 12 до 14 лет лишения свободы. Амхитар Амбарцумян был приговорен к расстрелу. Сидя в камере смертников, он долго думал, стоит ли просить о смягчении приговора. И вскоре решился написать ходатайство председателю Президиума Верховного Совета РСФСР. «Очень прошу вас, не убивайте меня, не спешите это делать. Ведь убийство, в какой форме оно не выражалось, всегда было, есть и будет убийством. Я не убийца. Я признавал и признаю себя виновным. Раскаялся, полностью все осознал. Оказал огромную помощь следствию, добровольно сдал все ценности. Эти деньги, которые я вынужден был брать по независимым от меня обстоятельствам, я их не пропил, не прокутил, возместил полностью». «Все они попали под компанию. И что самое главное, и что самое обидное, и что самое плохое вот в этой компании, это то, что это не имело системного продолжения. То есть это было, да, вот прошел такой этап, там выдернули людей, посадили, да, или расстреляли, и все дальше пошло, как было». Все имущество Амбарцумяна было конфисковано. И мебель, и ордена, и даже обои. Его жена и дети остались нищими. Их не брали никуда на работу. Была развернута ужасная травля. О смягчении участи Амбарцумяна просил весь любивший его коллектив Дзержинской овощебазы. Ветераны Великой Отечественной войны, односельчане, все члены семьи. Но председатель Верховного суда на все их мольбы ответил. «Ходатайство о помиловании Амбарцумяна М.А. отклонить». «Ничто не помогло ему, в общем-то, никакие его регалии не помогли ему при решении этого вопроса. Его расстреляли». «Я считаю, и никто меня не переубедил и не переубедит, я так думаю, что дело Соколова, дело Трегубова, дело Амбарцумяна было показательное. По большому счету, это был заказ, да. Это был заказ. Заказ Андропова, который хотел встряхнуть московские власти и всех врагов в МВД, крышующих столичную торговлю. Показать, какой страшной может быть машина государства, что теперь в стране другие времена. И он недорогой, Леонид Ильич, при котором цвела коррупция и наказание никто не боялся. Амбарцумяна и Соколова расстреляли, безусловно, в этих целях показательных. По сути, их, конечно, я не считаю, что вина того и другого были, так сказать, соизмеримы приговором. Сравнительно легко отделалась только хозяйка Покровской овощебазы. Кроме всех обычных схем манипуляций с овощами и фруктами, она пошла еще дальше. Галина Подолицына отгружала товар для продажи на рынках, естественно, не по госрасценкам и совершенно нелегально. Ты думаешь, легко рассланировать загруженность цехов так, чтобы тебе дефицит шел, а другим свекла с морковью. И все вроде бы случайно. Но, несмотря на то, что народный контроль и милиция вскрыли массу фактов хищений, она считала, что сможет оправдаться и выйти сухой из воды. В фильме всемогущая Чугунникова, прообразом которой была железная Галина, получила неожиданный удар от собственной дочери. Хватит, мама! Хватит врать! Говорят, что такое было и в жизни Подолицыной. Все рассказано точно. В студенческие годы она родила ребенка от сокурсника, который ее бросил. Чтобы не носить позорное клеймо матери-одиночки, Подолицына купила документы о том, что является вдовой генерала, погибшего на службе. Девочки много рассказывали о любимом отце, в комнате стояло папино кресло и семья отмечала день его рождения и гибели. Но перед судебным заседанием по поводу хищений на базе дочка вдруг узнала правду. Да здесь каждый стул лжет, я не могу видеть! Открыв на суде папку с документами, директор покровки увидела записку дочери. «Мама, если хочешь, чтобы я осталась с тобой, будь честной». И созналась во всем. Приговор был мягким. У меня все как решит комитет. Человек несомненно незаврядный, с огромным опытом и огромным таким запасом внутренней прочности, когда любые удары и повороты судьбы встречаются с легкой уголками губ улыбкой и спокойным мудрым взглядом. К концу 90-х Галина Подолицына, которая после перестройки успешно поучаствовала в приватизации овощебазы, сдала позиции и передала свою долю акций неким дагестанским предпринимателям. И больше о ней ничего не известно. Маневрировать она научилась еще в советское время. Ведь этнические кланы уже тогда пытались подмять под себя овощной рынок столицы. И Галина Подолицына прекрасно знала, как нужно вести себя с рядовыми торговцами с рынков и теми, кто ими управляет. Верхушкой мафии, хитрой и беспощадной. Она сдавала позиции, не вступая в борьбу, на мой взгляд, поступала благоразумно. Она сохранила жизнь. Те директора, которые сопротивлялись этническим кланом, пытались защищать свои права, коллектив и привычный порядок, получали пулю. Овощная мафия нового времени была уже просто страшной силой, по сравнению с которой то, что творилось на этом рынке в брежневское время, давно признано цветочками. природа nest дома в Продолжение следует...